Друзья мои, ну что, всем привет! Вы на канале Секреты вязания. Сегодня мы с вами будем рассматривать мои покупки пряжи. И также полистаем с вами два новых журнальчика. Очень красивые такие, я люблю журналы. Друзья, вы задаете очень много вопросов, где я покупаю пряжу. В инстаграм вы пишите постоянно в комментариях, где я покупаю пряжу. Или в директ прям мне пишите. Поэтому я вам ссылочки оставлю внизу под видео, чтобы вы все могли нажать кнопочку еще и посмотреть. Ну что, давайте покажу вам сначала новые ниточки, которые я прикупила для того, чтобы потестировать, связать образцы. Значит, помните, я вязала кофточку, которую вот не закончила. Вот она у меня в таком виде пока что. Лицевой гладью хотелось связать футболку из этого льна. Кто не видел обзор, посмотрите по подсказке. Сейчас выйдет подсказка, обязательно посмотрите это видео. Так вот, в прошлый раз я купила три мотка на вот такую вот футболочку. Думала, свяжу летнюю футболку такую для сына. Но, знаете, я вывязала вот два мотка. Вот это, видите, два мотка. Расход хороший. Один моток вот у меня распущен образец. Я его распустила, выровняла по своему методу. И вот смотала в клубочек пряжу. Вот три мотка у меня есть. И я докупила еще два. Видите, новые два мотка. Я докупила потому, что хочу все-таки связать свитер из этой пряжи. Потому что футболка получается достаточно тяжелая. По сравнению с обычной футболочкой хлопковой, она достаточно, реально она тяжелая. Мне вот хотелось бы, чтобы футболка, летом у нас жарко очень, футболка должна быть легче. Так что, если вы хотите вязать футболку, то лучше вот из такого льна. Сейчас дальше вам покажу. А, вот эту пряжу всю я пущу. Вот образец опять свяжу красивыми там узорчиками. И сделаю классный свитер. Для сына как раз будет отлично. Вот когда похолодает после лета нашего жаркого. Будет отличный свитерок. И цвет хороший. Посмотрите, какой красивый. Ну просто, я не знаю, мне так нравится этот цвет. И ему он хорошо так подходит под цвет его глаз. Не яркий такой. В таком цвете деткам, знаете, почему хорошо? Потому что видно всю красоту самого ребенка. Такая пряжа не отвлекает внимания, не берет на себя внимание. Знаете, как если бы это была какая-то яркая, там кислотная пряжа. Ну и есть такие детские вещи, да. А вот такая пряжа мне больше нравится. Вот таких оттенков, потому что виден сам ребенок. Его глаза, его эмоции, в общем, его лицо. Больше внимания на самого ребенка, чем на одежду получается. В общем, друзья, буду распускать. Жалко, жалко. Но я не буду его распускать, знаете, что. Буду прям брать и уже когда свяжу образец, делаю расчеты. И прям с него вот буду распускать и буду ввязывать. Нитка даже вот такая волнистая, прекрасно ввязывается. Она вот когда вяжешь, вот я так держу, она видите, выравнивается отлично. В полотне чуть-чуть петли, может быть, будут неровные. Но потом после стирки все станет на свои места. Так что, ну, просто я уже это поняла. И не хочу просто тратить время вот это выравнивать, сушить пряжу. Ну, мочить, сушить. Поэтому сразу буду вязать, распускать и вязать сразу новый свитер. Вот так. Чтобы не тратить время на распускание. Что получится из этой пряжи, готовый свитер, покажу вам попозже. Увидите обязательно. Ну, потому что для футболки, ну, вот не лежит у меня что-то на душе. Брать и вязать футболку. А, вот такую пряжу я же заказала. Смотрите. Видите, это просто лайн, а это тин. Она тоньше. И я вам показывала в предыдущем видео палитру этой пряжи. Давайте я вам уже и в этом видео также покажу. У меня цвет 85-61. Вот этот цвет. Вот он. Очень мне он понравился, девчонки. Камера отлично передает цвет. И этот цвет просто отлично подходит под цвет моих глаз. Вот такие у меня глаза. Если вот можно это так сказать. Ну, не такие точно вообще. В общем, вот этот цвет есть у меня в глазах. Поэтому он мне отлично подходит. Наконец-то я нашла вот фирму, которая вот мне подходит под цвет моих глаз. У них есть такие цвета, которые вот мне так... У меня уже хочу, я уже напланировала себя. Я хочу уже еще махерчика прикупить. Там альпаки. Ой, девчонки. А вот именно из этого льна тоненького. Он же потоньше. Здесь у нас 50 грамм 220 метров. Понимаете, какая разница? Здесь 50 грамм. У нас 110 метров толще. А здесь 220. Она в два раза тоньше. Поэтому вот из-за такой пряжи будет классная футболка. И любая кофточка, футболочка, деткам или на себя платье. Крючком можно связать классную юбку. Длинную в пол. Или там по колено. В общем, вот эта летняя пряжа вот просто вот супер. Мне, знаете, что еще? Вот я заметила, что больше нравится не чистый лен для вещей. Для кофточек всего такого. Не 100% лен. А вот когда есть вискоза. Она намного мягче, приятнее. И больше, знаете, так струится полотно. Мне больше как-то по душе. 53% хлопка, 33% вискозы и 14% льна. Вот такой состав очень мягкий, приятный. И есть такой легкий блеск. Блеск еле заметен в этой пряже. Вискозы здесь маловато. Но он вот такой еле-еле вот можно присмотреться. А можно увидеть. На солнышке лучше видно. У меня все-таки в комнате не такое освещение, как вот на улице. Так что вот так, друзья. Советую именно из такого льна вот вязать. Лизать. Вязать хорошие вот летние вещички. Это тоже подходит отлично на лето. Но он тяжелее. Вот вес такой кофточки летней будет тяжелее из этого льна. Понимаете? Я любитель такого всего легкого, воздушного на лето. Потому что жара у нас в Одессе невыносимая иногда бывает. Вот. Поэтому вот это получше. Лично для меня. Вот. А кому как? Может кто-то же проживает в таком климате, когда летом не так уже жарко, а прохладненько. То тогда вот это будет в самый раз. В общем, с этим все понятно. Распустим и перевяжем. Еще покажу вам лапопейсу. Тоже вяжу на рончика размерчик. И вяжу я эту лапопейсу из пряжи Альпака Ройел. Турецкая пряжа Альпака Ройел. Ализе. 53% акрила, 30% альпака и 15% шерсти. Покалывает, девочки. Покалывает эта пряжа. Готовый свитер, если надеть вот на тело голое, то вот покалывает на руках. Везде, в принципе, покалывает вокруг шеи. Поэтому или носить такой свитерок на футболочку. Или если ребенок, ну, знаете, вот моему Арону, например, я поняла, что не подходит такой свитер. Не подойдет. Будет этот свитер у меня как образец для моих живых мастер-классов. А ему свяжу с другой пряжей и с нежной. Конечно, она подороже, это Альпака. Но свяжу, и он ее 100% будет носить, не будет она ему покалывать. Вот эта пряжа не подойдет для маленьких деток, она все-таки покалывает. Я даже вот сижу, сидя, держа вот так вот, держа на руках вот так вот лапопейсу, вяжу, представляете, сижу в лосинах хлопковых, и мне покалывает прям на ноги, понимаете. Вот оно, вот эти иголочки сквозь мои лосины проходят прям в кожу, и я сижу, мне неприятно. Поэтому эта пряжа, девчонки, покалывает. Если вы решите вязать из нее взрослый свитер, то носить его можно будет на футболку. И только тем людям, ну кто действительно, ну, может такое, так сказать, терпеть, или не чувствует, что она покалывает. Вот, а всем остальным надо что-то понежнее. Лично я могу такой свитер носить, поэтому на футболку легко, или на какую-то майку такую с рукавчиком. Поэтому я и вяжу такой большой свитер из этой пряжи. Вот так вот положу, покажу вам. И хочу добавить немножко в него жаккарда, поэтому заказала именно вот такой цвет. Как вам? Мне понравился вот этот единственный цвет в этой палитре, Ализе Альпака Роял, который мне понравился, вот такое сочетание. Попробуем, посмотрим, что получится, увидите. Расход получается такой, что вот я вывезла уже три мотка, вот третьего мотка вот что осталось. И это получился свитер без рукавов. Видите, нету пока рукавов вообще. Я дозаказала еще два мотка вот таких, кофейного цвета. И вот этот цвет номер 152. А кофейный, сейчас скажу вам, 688 номер. Может кому-то интересно будете тоже вязать. Вот номера такие. В общем, друзья, буду вязать, довязывать. Как раз уже приехала пряжа вся. Буду заканчивать этот свитер. И покажу попозже, что получится. Конечно, друзья, предыдущие два свитера, которые я вязала Рончику, он их с удовольствием и примеряет. И вот этот красный носил в прошлом году. В этом году тоже он прекрасно его будет носить. Как раз я связала в прошлом году его такой, знаете, на вырост нормально. А в этом году еще один связала вот такой. Поэтому вот эта пряжа Шетланд, Катя Шетланд, не колется Рончику нормально. Вот эта пряжа ТОВ для лапопейсы шикарная. Но, девчонки, она дороже, вот эта ТОВ и Шетланд дороже. Альпака, конечно же, дешевле, но покалывает. Понимаете, в чем дело? А для лапопейсы нужно вот такое, чтобы не кололось. Для ребеночка особенно. Ну и нам тоже, знаете, не сильно хочется ходить и терпеть вот это ощущение покалывания. Мне лично оно не сильно нравится. Постоянно обращаешь на него внимание и отвлекаешься. А эту я хочу закончить, чтобы это был как экземпляр на моих живых мастер-классах. Очень хочу начать проводить эти живые мастер-классы, которых вы меня просите. И думаю, начать в Одессе проводить их. И именно по лапопейсы и начну с лапопейс. Расскажу вам о принципах, о расчетах, о том, как понимать в своей голове, вообще держать картинку всей лапопейсы, чтобы выдать ее, формируя свитер из какой-то ниточки. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, в комментариях. Кто хочет на живой мастер-класс, пишите, пожалуйста. Мне еще нужно кое-что сделать. Мне нужно кое-что сделать со своим здоровьем, так сказать. Обязательно нужно сделать операцию небольшую. Поэтому я очень боюсь. Очень. Мне никогда в жизни ничего не делали такого. Поэтому это моя первая такая серьезная, так сказать, операция. Очень переживаю и восстановление, процесс восстановления небыстрый. И мне хочется проводить, начать эти мастер-классы. Я, надеюсь, успею хотя бы один провести. И потом, может, уже сделаем операцию. Или, ну, не знаю, как там. Доктор сказал, что в августе вот можно уже делать. Может, в сентябре. В общем, уже скоро и этот момент настанет. Мне кажется, я ужасно боюсь. Ой, с улыбкой рассказываю об этом. А в больнице буду рыдать, как в прошлый раз. В общем, друзья, пишите, давайте по хорошим лучше о нитках подумаем. Пишите в комментариях, кто хочет на мастер-класс по лапопейсам. Пишите мне в личку, пишите в комментариях, пишите в инстаграм и так далее. Лиза Альпака Ройл. Это бюджетная пряжа. Поэтому я решила ее использовать для того, чтобы объяснить вам принципы формирования такого прекрасного свитера. Этот цвет голубой тоже вам скажу. 356. Белый цвет Альпака Ройл там один единственный, он белый, не помню номер. А темно-синий красивый 58 номер тоже. Вот, может, кому интересно. В общем, да вяжу скоро уже, видите, вот. Опять же, вяжу, когда гуляю с сыном, потому что не на кого его оставить. Я с ним гуляю, на площадке хожу и вяжу. Но не все я вяжу на площадке. Девочки, жаккард на площадке мне не удается вязать. Нужно дома посидеть, как-то найти час-два времени, чтобы связать. А дальше вот это все, корпус свитера я вяжу, хожу в руках. В общем, друзья, показала вам пряжу на лапопейсу. Теперь покажу вам еще люрекс. В общем, друзья, люрекс я прикупила в этом магазине, где и брала пряжу Лина. Тин Лина тоже. Этот люрекс вот так вот называется. London Yarns. Металлик, полиэстер. 20 грамм, 150 метров всего. Маловато, да? Стирать руками, не отбеливать. Гладить даже можно, видите, одна точечка. Крючком вязать 3,5, спицами 2,5, 3,5. Так что вот такая вот ниточка, смотрите. Достаточно, ну, хорошенькая, толстенькая такая. И прям можно брать из нее и вязать какое-то изделие. Я, кстати, недавно в магазине видела, как одна рубашка из хлопка обработана по краям люрексом. Такая интересная. Если найду фотографию, вам ставлю здесь на экране, чтобы вы увидели. Сделан обычный подгиб, как мы с вами делали, как я вам уже показывала. И все, и красиво очень смотрится, так мне понравилось. Заказал, в общем, один моточек, посмотреть, что это за люрекс. Он мягкий, приятный такой. Слышите? Как шарудит немножко. Ну, люрекс, видите, какая нитка. Вот такая ниточка, приятная на ощупь, достаточно нежесткая. Ее можно добавлять в любую пряжу. Можно просто делать вставки в какое-то изделие из люрекса. Можно ее вязать в одну нитку или в две. Это уже как вы придумаете. Еще у меня есть бобинный люрекс, помните, я вам показывала. Я же его соединила с льном, лорапиано, лен и люрекс, ниточка. И вот вяжу сумку, авоську, сейчас покажу. А из этого льна я пока, ну, есть идея, но пока еще не пробовала. Видите, целый моточек. Попробую, потом вам покажу, что получается. Хочу вставить его кое-куда. И вообще попробовать посмотреть на него, как он себя ведет в стирке и так далее. Потестировать, так сказать. Цены на пряжу, девочки, о которой я вам рассказываю. Смотрите, пожалуйста, в магазинах уже я не продаю пока пряжу. Поэтому меня не спрашивайте, почем пряжа, куда доставляют, куда не доставляют. Это куча комментариев, постоянно меня об этом спрашивают. Спрашивайте у продавцов в магазине, хорошо? Когда я начну продавать пряжу, то я вам об этом сообщу. Буду вам тогда отвечать на такие вопросы. Значит, смотрите, что я вяжу. Я вяжу авоську. Авоська у меня, видите, техника филейного вязания. Такими клеточками прекрасно ложится в крючок. Кстати, у меня, помните, синит. Очень удобные, вообще класснющие крючки, конечно, делают японцы. Помните, я на них делала обзор? Кто не видел обзор на крючки, вставлю подсказку. Вот здесь сейчас вылезет. И посмотрите, что это за крючки. К ручкаманам вот такие крючки вообще будут очень кстати. И на этой авоське я кое-какой рисунок делаю, потом увидите. Мне очень нравится, как ложится люрекс с сольном. Есть легкий блеск, который сложно передать камерой. Сейчас я попробую как-то подвигать. Хочется же мне очень, чтобы вы увидели этот блеск. Видите? Может быть, надеюсь, вы что-то увидите. Глаза все-таки не так видят, как камера. Камера не глаза. Как ты не крути, а камера не может стать, как наши глаза. Крючок я использую тонкий 1,75. Опять же, вяжу эту сумку-авоську, можно так сказать, пока гуляю с сыном. Все на нее смотрят, когда я с ней гуляю, вяжу. Цвет красивый очень, привлекает внимание вот этот блеск. И все спрашивают, а что вы это такое делаете? Дети спрашивают, что вы делаете? Представляете, подростки. Ну и девушки уже повзрослее, старшая женщина одна спросила, Что это такое? Такой красивый цвет, еще блестит. В общем, очень ей понравилось. В общем, многим, короче, это нравится. Люрекс, когда есть, блестит. Все любят блеск. Видите? Как сороки, да? Как мне в детстве говорили. Люрекс сейчас в тренде, поэтому, девочки, вяжите. И вообще, мне, знаете, мне кажется, в тренде, не в тренде, если он вам идет, если изделие без него будет смотреться не так красиво, то в любом случае его нужно добавить. Мне осталось вывязать вот эту бобинку всю, льна, и будет готовая сумка. У меня же есть деревянные ручки, помните, я вам показывала. И вот появилась идея, или сделать деревянные ручки к этой сумке, там они же у меня разной формы, я уже думаю, какую выбрать. Или вариант второй, вывязать ручки из этого льна. Пряжи, если не хватит, поеду опять докупать. В магазине все ссылки, опять же, оставляю в описании под видео. Удобно вам там распишу всю информацию, чтобы вы поняли, где какую пряжу я покупала. Так, дальше, давайте посмотрим журнальчики, полистаем. Это журналы фирмы Сан-Изгарн, видите. Очень мне нравится эта фирма. Прям, не знаю, прям она мне по душе. Потому что здесь есть такие цвета, которых нет в других фирмах. И качество, качество, конечно, они молодцы. Смотрите, какая прикольная корзина, кстати. Пряжа пиргент. Не знаю даже, как правильно читать, честно скажу. Спицы номер 4. Вот я вам покажу поближе. Вот, видите, как называется пряжа спицы номер 4. Вот такие кардиганчики, в принципе, можно вязать по тем же принципам, как и вяжется лапа пейса. Следующее, смотрите, какие классные цвета подобраны у этого свитера. Свитер связан из пряжи, опять же, той же, что и предыдущий кардиган. На спицах номер 4. Дальше смотрим наши красивые журналы. Вот этот цвет в этом году просто меня покорил. Я хочу уже заказать альпаку. И махерчик такого цвета. Кое-что хочу связать. Надеюсь, муж меня из дома не выгодит. Вот, смотрите, какой классный у парня цветотип. У него голубые глаза и рыжие волосы. Вот это, как у моего Аруна. Вот прям очень похожий цветотип. Видите, какие цвета идут таким людям. Серый, немножко вот такого оливкового. И какой-то темно-серый, ну и белый. Очень красивое сочетание цветов. Это пряжа, опять же, тоже та же самая. И спицы номер 4. Классный кардиган. Следующая модель. Смотрите, какой красивый свитер. Это такой же свитер, кстати. Представляете, я до того, как они мне прислали эти журналы. Я же заказала пряжу, купила. Они мне еще в посылку положили журнал. А я, представляете, вот связала же этот свитерок тем же узором, который вот здесь использован. Представляете, нашла просто в интернете схему. И просто по схеме связала, только сделав свои расчеты, естественно. Использовала этот рисунок. Очень красивый такой. И простой достаточно. Смотрите, какая классная девочка. Модель мне очень нравится. Тоже, смотрите, у нее коричневые волосы, карие глаза. И вот такие цвета очень хорошо подходят таким вот кареглазым людям. Следующий свитер, опять же, с этой пряжей связан. Очень красивый цвет. Посмотрите, не яркий, не красный. Такой ягодный какой-то красивый, да? Друзья, вы только посмотрите, как один и тот же рисунок, если брать разный цвет пряжи, как по-разному смотрится. Правда же? Здесь оранжевый, здесь ягодный, синий и молочный. А в этом вот этот зеленый, оливковый и молочный. По-разному уже смотрится. Видите, как красиво. И так, и так. Как вам нравится? Напишите в комментариях. Это, опять же, это пряжа. Только, видите, чуть-чуть другой рисунок. Сочетание тоже идеальное. Вот, вот этот классный свитер. Мне очень понравился. Единственное, что вот эта пряжа тоньше, чем пряжа, из которой я вяжу. И узор смотрится по-другому. Видите? Намного крупнее рисунок, потому что толще пряжа. Если пряжа тоньше, то, видите, рисунок по-другому и смотрится. О, какой красивый свитер. Смотрите. Друзья, вы же можете смотреть вот этот журнал и представлять себе, какой вам цвет подходит. Или, может, вы вот тоже голубоглазые, рыжеволосые. То, вот, смотрите, и вам уже наглядно показано, какой цвет вам подойдет. Видите, вот такой цвет подойдет, такой. Вы уже сами можете представлять себя на месте модели или кого-то, кому вы вяжете свитер, своего ребенка. Вот, посмотрите, как красиво, да? Красивое сочетание. Как раз вот этот цвет основной, фоновый, отлично подходит под цвет его глаз, этого парня. И коричневый ему классно подходит, вот этот, потому что у него такой цвет волос. Похожий тон, прекрасный. Это все, это пряжа, видите, весь журнал, в общем, посвящен вот этой ниточке. Смотрите, как красиво, рыжеволосые. Смотрите, это для вас. Последний свитер, вот, красивый, мне очень понравился. Опять же, здесь под глаза, под глаза подходит такой свитер. Ну что, давайте следующий полистаем. В этом журнале уже совсем другие модельки детские. Обожаю листать журналы, вдохновляться. Посмотрите, какая кофточка. Ну, не могу пройти мимо. Посмотрите, какая милашная. У кого есть девочки? Вот, посмотрите. Ну, свяжите своему ребенку такие вот. Кофтюлечки классные, ну, вообще прекрасные. Вот, смотрите, свитерок. Пряжа Дуо и пряжа Тин Мерино Ул. Ммм, интересно, видите, какой теплый получится. Вот этот классный, мне очень нравится вот этот жаккардовый. Такая лаконичная модель, прекрасная. Кстати, я же не сказала, спицы 5,5. А это пряжа Дуо, жаккардик. Пряжа Дуо, спицы номер 3,5. Спокойные цвета, не яркие, не кислотные, не какие-то вот очень красивые для деток подобранные цвета. Здесь пряжа Мерино Ул, спицы номер 4. Посмотрите, какое классное платье. И вяжется же оно легко, девчонки. Посмотрите, круглая кокетка, прибавочки туда-сюда. Следующая моделька тоже, смотрите. Дуо пряжа. Дуо, так и называется. Вот написано. И спицы номер 4. Прекрасная. Вот, посмотрите, свитер пряжа Дуо. Знаете, что я в этом свитере заметила? Сейчас я вам покажу поближе то, что я заметила. Как вязать жаккард, чтобы был ровный стык. Вы что-то замечаете? Надеюсь, кто-то из вас что-то заметил. Не буду говорить, что. Тот, кто заметил, тот заметил. Кто не заметил, тот поймет попозже. В этом свитере, скорее всего, здесь было начало ряда. И поэтому здесь введен стык. Как вязать, чтобы его не было, я вам показывала в своих мастер-классах. Поэтому смотрите. Давайте ссылку на него оставлю. Посмотрите под видео, кому интересно. Смотрите дальше. Пряжа альпака Silk. Очень классный такой бодик. Сзади, посмотрите, есть пуговка. Специально, чтобы прошла голова ребенка, делается такой разрезик. Вывязывается. И пуговкой закрывает. Потому что пропорции у ребенка не такие, как у нас, у взрослых. Поэтому это хороший ход, когда вяжутся детские вещи. Вот, смотрите, какая прелесть. Такой красивый цвет. Это тоже альпака силки. Приятный такой, пудровый, нежный, нежный. Вообще не знаю, какой это номер цвета. Здесь написано, скорее всего, 0216 цвет. Очень красивый, девочки. Посмотрите. Голубенький. Тоже это пряжа альпака силки. Так, я не сказала, спицы номер 3. И здесь спицы номер 3 на плед. И на вот этот такой костюмчик. Кофточка и штанишки. Ну, просто полосочки всегда актуальны для деток. Ну, мой, ты прелесть. Ты спишь спокойным сном. Смотрите, какая девчонка. Бэйби Ул пряжа Ланет. Спицы номер 3. Для чепчика, видите, хорошо. Для пинеточек, для кофточек. И корзинка здесь классная, да, люлька. Вот, ручки плетеные. Помните, мы вязали с вами люльку из трикотажной пряжи, друзья? Кто не видел, смотрите, мастер-класс. Вот люлька мне. Просто я посмотрела на эту фотку и вспомнила люльку, как мы вязали с вами. Дальше, вот эта кофточка тоже из пряжи Бэйби Ул Ланет. И здесь красивый очень узор, посмотрите. Такие цветочки. Мерино Ул, пряжа Мерино Ул. Бэйби Ул Ланет. Костюмчик, жаккард. Видите, подходит эта пряжа для жаккарда. Далее идут... Ну, что тут идет? Ага, здесь идет описание, друзья. Все на английском. Здесь жаккард, схемы и описание. Надо будет посмотреть, что там за описание. Почитаю что-то, попробую почитать на английском. Следующая вот фотография. Смотрите, какой классный мальчиковый комплект. Не указано, что за пряжа. И здесь не указано. Посмотрите, какая прелесть. Бэйби Ул пряжа Ланет. Смотрите, какое прекрасное платье для девочки. Пока посмотришь этот журнал, так уже 300 раз захочется, чтобы у тебя был ребенок-девочка. Тоже. Ой, уже хочу. Так, Ярн Смарт Твит. Смотрите, какой классный свитерок интересный. И еще здесь интересные вот гетры есть. Кстати, у нас на канале есть мастер-класс по гетрам. Можете посмотреть. Там поймете, как делать расчеты. Вообще, они вяжутся очень легко, друзья. Поэтому смотрите и учитесь. Мастер-классов полно на Ютубе у нас, на нашем канале, на разные темы. Так что смотрите. Пряжа Смарт и Твит. А здесь тоже, да, Смарт и Твит. Смотрите, какая классная пряжа. Цвета, какие натуральные такие оттенки, приятные. Спицы 4,5 и 5,5. Крючок. Это, скорее всего, шапка. Крючком здесь связано. А этот свитер связан на спицах номер 8. Представляете? Вот пряжа Смарт, которую я вам показала в предыдущих видео. Спицы номер 4. И смотрите, реклана. Изнаночная гладь сверху. И актуальные полоски для детей. Далее, мини-альпака. Спицы номер 3. Вот такая модель классная. Смотрите, на пуговичках красивая. Так, что тут еще осталось? Альпака Силкмахер. Альпака плюс ниточка Силкмахера. Поняли? Спицы номер 7. Мяш, видите? И достаточно плотно. И мини-альпака пряжа Спицы номер 3. Тоже прикольная. Так, вот этот плед, посмотрите. Я его встречала в сториз вот этого магазина. Очень классный плед. Не вязала, девочки, из этой пряжи. Baby Ulanette. Называется Спицы номер 3. Но очень классный плед. Посмотрите, какие красивые ажурные рисунки. Ну, так как я люблю вязать пледы. У меня есть аккаунт в Инстаграме отдельный, да, по пледам. Вы знаете. То я на этот плед глаз положила уже. Конечно, может не так буду его вязать. Не точно-точно все рисунки. Но некоторые вот можно взять и создать какой-то новый пледик. Но он очень красивый для самых малышей. Таких маленьких наших. Теперь у меня, друзья, аж 5 журналов от Сан-Десгарн. Друзья, посмотрите, какие класснощие. Ну, они меня прям вдохновляют. Кто не видел, кстати, вот эти три мы листали уже. Посмотрите. Я вам подсказку оставлю. Посмотрите обязательно. Полистайте вместе со мной. А напомню вам еще раз про живой мастер-класс Лапопейса. Можно снизу вверх вязать или сверху вниз вязать. Ну, и так, и так ее можно вязать. Главное понять принципы расчетов. Я хочу сделать такой курс. Очень подробный. Авторский свой курс. Так как именно я рассчитывала Лапопейсу. Я понимаю, что уже ее давным-давно вяжут. Уже куча разных. И по Циммерам вяжут. И все по-разному. И все уже, казалось бы, знают, как ее вязать. Но каждый, кто вяжет, по-своему объясняет. Кто-то объясняет более понятно. И у людей по этим объяснениям у некоторых людей получается. У других людей почему-то не получается. Так вот, я хочу сделать такой курс, чтобы получалось у всех. И было понятно всем. Сделать, знаете, такой хороший концентрат информации про Лапопейсу. Вот, чтобы вы, мои подписчики, обязательно эту информацию знали. Ну, всех, кто хотят именно вязать Лапопейсы. Поэтому пишите, все, кто хочет живые мастер-классы, в комментариях под видео. Я уже, друзья, решила открывать сезон Лапопейсы. Поэтому приглашаю вас тоже вместе открывать его. Вязать лопики разные. Для детей, для себя. Для мужчин наших родных. Мужу тоже очень хочу связать Лапопейсу. Только, знаете, хочу создать свой авторский рисунок. Вот, действительно сесть и нарисовать весь вот жаккард самой. В клеточку взять тетрадку и нарисовать. И себе тоже. И Арончику хочу. В общем, я очень много чего хочу. В общем. Мне кажется, я очень много чего хочу. А у меня только две руки. Надо штук их хотя бы, ну, 8-10. Друзья, подписывайтесь на канал. Обязательно. Обязательно же я вам об этом напоминаю. Потому что вы же могли, может быть, досмотреться на это все и забыть. Пишите ваши вдохновительные слова. Все комментарии стараюсь читать. Спасибо вам. Благодарю вас за них. Ну, и увидимся в следующих видео-мастер-классах. Или обзорах. Или еще чего-то там наснимаем. Все, друзья, пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok